Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. А сегодня мы обсудим критерии истины. Что это вообще такое, зачем они нужны, откуда берутся и почему их на самом деле нет. Да, почему их на самом деле нет, это забавно. Ну, короче, начинаем, да. Критерий истины это абсолютный аргумент, который свидетельствует об истинности того или иного положения. Это в идеале, конечно. А в реальности то, что люди мнят таковым аргументом. Вероятно, что никакого критерия истины не существует, потому что для того, чтобы достать этот критерий, нам необходимо сначала узнать истину во всей ее многогранности, а потом вывести этот критерий, если угодно, для логиков дедуктивными методами или же с какими-либо еще, которые не противоречат абсолютной истине. Ну, есть вообще вероятность, что логика противоречит абсолютной истине. Тогда у нас появляются большие-большие проблемы. Да, с определением критериев еще один, потому что же логика не может являться очевидным критерием истины. Практика не может являться очевидным критерием истины. Ничто не может являться очевидным критерием истины, пока мы не знаем самой истины. А истины мы не знаем. Изначально. Мы изначально не знаем истины. В общем-то, да. Надеюсь, с этим все согласны из моих слушателей. Вот и все. Допустим, в мире существует какой-то колоссальный обман. Обман восприятий, иллюзий и что-либо еще. И все это смывает все возможные критерии истины к черту. Все фантазии насчет того, что практика это критерии истины, или, не знаю, диалектика это критерии истины, это все ничем не обоснованные позиции. Ладно, обоснованные, конечно. Они чем-то обоснованные, но не абсолютные, не имеют абсолютного обоснования. И это делает их сомнительными определенно. И поэтому я в них сомневаюсь, безусловно. Такс. Основная проблема критериев истины заключается в том, что их устанавливают люди. А истину они априори не знают. До установления этих критериев. После установления им часто кажется, что они сдают истину или движутся к ней. Но это, скорее всего, не так. Потому что установление этих критериев производилось, ну, давайте скажем честно, наобум. Это часто рандом. Это абсолютно рандомное установление истины. Или критериев истины. Ну, и само истины соответственно. Логика? Да пусть она будет даже критерием истины. Ведь в нашей речи мы наблюдаем логические закономерности. А универсалии, которые, скорее всего, не существуют, отлично соотносятся с логическими операциями. Ну, да, да, да. Давайте вот так вот подумаем. Что Логика – это вот такая вот система, которая имеет логические закономерности. Универсалии, которые, на самом деле, не существуют. Ну, они действительно соотносятся с миром. Но что это нам дает? Это дает нам понятие об истине, о реальности. Это просто допущение. Мы допускаем, что да, дает. А если мы допустим, что не дает? Все, конец. Да, опять же, рассмотрим логику и математику как критерии истины. Так это же, на самом деле, просто описательные системы, которые имеют предсказательные возможности. Да, это так и есть. Они имеют предсказательные возможности в наблюдаемом действительном мире. И то в рамках наших терминов. Когда мы говорим, что камень упадет, мы подразумеваем под камнем огромное количество предметов камней. И под упадет мы просто понимаем просто колоссальное количество возможных действий с разными траекториями падения. Такие предсказания, на самом деле, не очень-то уж и глубокие, если так вот подумать. Вот именно. Многие критерии, они действительно истинные. Они действительно удобные и дают нам интересные возможности. Например, практические возможности. Например, эмпирические исследования дали нам ряд практических достижений. В общем-то, практика и эмпиризм, они идут очень близко друг к другу. И это приводит к развитию и эмпиризма, и практики. Но это не значит, что эмпиризм достоверный способ познания, например. И это не значит, что практика, она о чем-то нам говорит. Мир может быть устроен настолько сложно, настолько многогранный, настолько странно, что все наши попытки его познать всегда будут заканчиваться провалом. И понимание этого, ну, по крайней мере, должно присутствовать у людей, занимающихся проблемами познания. А обычно его просто нет, да. Ну, диалектика все дышит, говорит какой-нибудь Гегель. Или какой-нибудь Маркс за ним повторяет, и все. Система диалектики при этом хорошая, сложная. Это хорошая разработка, достойная. Но критерием истины она являться вряд ли может. Как практика вряд ли может являться критерием истины. Как и эмпирические наблюдения вряд ли могут являться критерием истины. Как и опыт. Опыт не может являться критерием истины тоже. Только в наших непосредственно желаниях. Да, мы можем захотеть, чтобы опыт являлся критерием истины. Мы мечтаем об этом. Но, к сожалению, никаким критерием истины абсолютно он не является. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok